У нас напрочь не получился первый тайм, потому что те идеи, которые мы закладывали, и то, что мы готовили, по сути дела, немного выше играть в обороне и стараться прессинговать, у нас это не получилось. От этого возникли сложности с выходом от оборонительных действий в атакующий. Слишком далеко нам приходилось доставлять мячи до Артема, и у нас это явно не получалось, потому что, опять-таки, повторюсь, мы слишком низко упали, и «Спартак» хорошо играл, безусловно, они сегодня заслуженно победили, потому что создали очень много моментов, и, на мой взгляд, это худший вообще первый тайм, который был за то время, что я здесь работаю. Так сложилось. Учтем, посмотрим внимательно, что все-таки помешало нам, но мы примерно понимаем уже ту суть, ту ситуацию, что все-таки слишком низко мы отошли, и, к сожалению, это та игра, которая не позволяет нам быть лучше. И поэтому вот от этого проблемы. Во втором тайме мы пытались это изменить, у нас отчасти это получалось, но быстро пропустили второй мяч, и вот мне кажется, что этот мяч стал ключевым, хотя отдельными эпизодами во втором тайме, мне кажется, мы были довольно-таки успешны, особенно с точки зрения прессинга, потому что он у нас получался, и возникали некоторые ситуации у ворот соперника, но при счете 2-0 было сложно что-либо изменить, потому что, к сожалению, слишком большая фора, и дальше мы немножко раскрылись, потому что все-таки хотели изменить ход игры, и, к сожалению, это у нас не получилось, поэтому считаю, что то, что сегодня произошло, оно в большей степени, конечно, закономерно. Пожалуйста, Таташ, вопрос, прошу предоставить. — Нет, оно не то же. Чтобы стало неожиданностью, мы понимали, что команда «Спартак» насыщает полусредние коридоры, то есть и доставляет мячи между линиями, но нам просто нужно было садиться в пятерку, безусловно. Это принцип игры, который мы, в принципе, вынашиваем с точки зрения тактических действий, но просто не нужно было так низко отходить. По моему мнению, защитники должны были все это реализовывать немножко выше, тем самым бы они подняли и среднюю линию немного выше от себя, и мы бы сохранили плотность, но немножко в другой зоне, то есть выше от своих ворот. И тогда, естественно, после перехватов мы бы имели шанс выходить в контратаки, тем самым мы бы добились желаемого, и, возможно, «Спартаку» бы было сложно. И уже впоследствии, во время потери мяча на половине поля соперника, при нашей атаке в контрпрессинге, то, что мы, в принципе, планировали, мы бы могли цепляться за эти мячи и доставлять их уже до ворот соперника и реализовывать моменты, стараться. Но у нас это, еще раз повторюсь, явно не получилось. А то, что команда садится в пятерку, это не в первом матче. Я считаю, что это просто-напросто относительно тех футболистов, которые у нас есть. Для нас это позволительная ситуация, мы постоянно так делаем, и, в принципе, футболисты это хорошо понимают. Мне кажется, что здесь вопрос психологии первичен. Мы рады вас видеть в Москве. Косяков Александр из его издания «В мире спорта». Ну вот, у нас был «Росток», они обыграли «Спартак», а вы обыгрывали «Росток». Мы, конечно, сегодня ждали поинтереснее игры от «Окрона». Вы же практически ответили на вопрос, но, может, что-то добавите. Вы ставили с первых минут эмоционально реагировать на своих игроков. Это редко бывает. Обычно тренер где-то раскачивается к 10-й, к 20-й минуте, а здесь прям с первых минут. Что конкретно вас раздражало с самого начала? Ну, оно у меня не то, чтобы меня мои футболисты раздражать никак не могут. Просто я как раз-таки был немножечко разочарован тем, что не получался прессинг. То есть мы должны были выше и предпринимать скоростя, мощностя для того, чтобы все-таки реализовывать этот прессинг и выше встречать соперника и начинать на них давить. У нас это не получилось. Поэтому хорошо то, что во втором тайме отдельными эпизодами футболисты это приняли и стали это делать. Поэтому у нас разделился матч на эпизоды. Даже не на таймы, а на эпизоды. Даже несмотря на то, что мы пропустили во втором тайме больше, чем в первом, но это стечение обстоятельств, на мой взгляд, все равно мне кажется, что второй тайм был лучше отдельными эпизодами. Команда была похожа на ту звонку, агрессивную, которая в принципе у нас есть. И я надеюсь, что в будущем мы просто извлечем определенный урок из этого и будем двигаться дальше. У нас нет другого выхода. А еще второй вопрос у меня по заменам. Вы видели, что что-то не получается, но могли бы, наверное, в перерыве сразу сделать замену. Или вы немножко подождали, надеялись, что команда все-таки рейтинг поймает. Да, безусловно. Вера в футболистов, она в принципе остается всегда. И не важно, те футболисты, которые с первых минут или выходят со вторых минут. Команда должна быть едина во всем. Поэтому я не посчитал нужным делать какие-то изменения в данной ситуации. Возможно, я ошибся, но в данной ситуации, а может было бы еще хуже, мы не знаем. Поэтому тут как бы надо посмотреть игру и сделать более правильные выводы. Да, то, что мы могли сделать сразу какие-то изменения в составе, но структурно бы это сильно не поменяло суть. Важно было психологически поменять футболистов в раздевалке и постараться увидеть их другими. Слава Богу, отчасти это удалось в некоторых эпизодах. И мне здесь более как бы стало спокойней в какой-то степени. Поэтому во втором тайме я и вел себя немножко по-другому, потому что получались эти моменты. А потом уже, когда, понятное дело, дошло до 60-й минуты, чуть раньше последовали замены, чтобы все-таки попробовать изменить ход встречи. Но во время того, как выходили футболисты, мы как раз пропустили второй мяч, к сожалению. Он оказался довольно быстро. Спасибо. Подскажите, вот довольно глупо удаление у Бакаева. Предусмотрена ли в Акронии какая-то система санкций, такие вещи, или это впечатляет на эмоции и недоразумения? Но в моей ситуации, наверное, будет не совсем правильным объявлять и говорить то, что я предприму в отношении данного футболиста. Это, наверное, не совсем верная ситуация. Поэтому, конечно, непозволительно вести любому вообще участнику матча, неважно, в какой он команде играет, игрок, может быть, эмоции. Но, тем не менее, любой из нас должен находить себе силы и вести себя в этой ситуации предельно правильно. Поэтому мы тут, я думаю, что пообщаемся с самым главным футболистом, но я думаю, что он и сейчас жалеет. Конечно, серьезное давление в психологическом плане и давление оказывает это на практически всех защитников сегодня в России, на мой взгляд. Оно было видно отдельными эпизодами здесь. Понятное дело, что это не лучший его матч. Он может, конечно, намного лучше, но опять-таки на это были определенные, на мой взгляд, причины, как и у остальных футболистов. Потому что в целом команда выглядела не совсем хорошо, так же, как и мы все, тренерский штаб. Нам надо было просто в этой ситуации все-таки больше рисковать и спокойно действовать так, как мы, в принципе, и готовились к этому матчу. Но это не получилось, еще раз повторюсь. Такой игрок, как Артем, в любое время, скажем так, и своими действиями может заслуживать многого. Но это мое сугубо личное мнение. Наверное, тренерский штаб сборной понимает, что они делают в данной ситуации. Но Артем, я не знаю, если бы он не получил эту травму, возможно, ему бы рассчитывать на это было бы легче. Потому что он все-таки какое-то время пропустил, и это время, как казалось, отчасти на данном этапе его становления, точнее, даже не становления, а нахождение в игре стало, наверное, ключевым. То есть мы очень об этом жалеем. И, конечно, он выпал на эти 2-3 недели, и, как бы, может быть, и это тоже повлияло на то, что тренеры сборной приняли такое решение. Но мне очень сложно на этот вопрос отдавать ответы. Я не разговариваю с Валерием Георгиевичем на эту тему. Если он меня спросит, то я, безусловно, за то, чтобы он был сборной. Есть ли еще вопросы? Давайте последним. Можете, пожалуйста, ввести как раз в итоге первого круга, вы смотрите в вашей команде, учитывая, что вы только идентируете РБЛ, пусть вы довольте тем местом, который занимаетесь в том числе. На каком мы сейчас месте? На девятом. Ну, знаете, какими-то отдельными периодами, скажем так, в чемпионате мы довольны, какими-то периодами очень недовольны. Это, наверное, для дебютанта Лиги нормальная абсолютно реакция. Поэтому мы будем работать еще больше. А что касается итогов, скажу одним словом, я горжусь теми футболистами, с которыми я сегодня работаю. И то, что они делают, они делают большую работу, не обращая внимания на те сложности, которые есть у нас, как у дебютанта Лиги. Они случаются, это нормальная составная часть, когда команда не может быть тут же и сразу готова ко всему в Премьер-Лиге. Не только сам клуб, а сама команда. Потому что для многих футболистов это первый такой опыт большой в игре, в принципе, на таком уровне. Потому что если взять наших футболистов, то очень мало игроков, их нет достаточно немного, которые имели бы опыт игры в Премьер-Лиге. И то, что они сегодня делают, эти футболисты, да, и я им безмерно благодарен. Надеюсь, дальше будет лучше. Мы в это верим, мы это хотим, а мы будем к этому стремиться в любом случае.